Приезжайте, у нас вырубают около сотни деревьев. Такой тревожный звонок от жителей посёлка Володарского прозвучал в нашей студии на днях. Оставить его без внимания мы не смогли. В четверг к съёмочной группе телеканала Видное ТВ отправилось сельское поселение, чтобы выяснить причину массовой вырубки зелёных насаждений. Вырубка деревьев началась в выходные дни, но и сейчас работы в самом разгаре. Шутка ли спилить более двух сотен зелёных насаждений? Как оказалось, на участке трудятся специалисты компании «Экодор». И разрешительные документы на проведение работ у них в полном порядке. Кстати, из 102 деревьев, подлежащих вырубке, 71 – клён ясенелистный или американский. Быстро растущее, но, увы, недолговечное дерево. На данный момент большинство старых и повреждённых насаждений уже убрано. Хорошие мы оставляем. Вот эти вот наклонные, эти идут, аварийные, тоже срубываем. А эти вот оставляем. То есть у вас сейчас происходит конкретно санитарная вырубка деревьев и кустарников? Да, да, да. После санитарной опиловки и вырубки участок будет очищен, рабочие выровнят площадку, отсыпав грунтом склон и завезут чернозём. А позже здесь высадят 106 саженцев, молодых мелколистных лип и более 2000 декоративных кустарников. Всё это – комплексное благоустройство участка. Для того, чтобы машины не заезжали на зелёную территорию, мы планируем ещё установить вдоль всего шоссе ограничительные столбики. Никаких парковочных мест, никаких стоянок, никаких торговых рядов, палаток не планируется. Жители посёлка начавшееся благоустройство вполне одобряют. Ну, потому что деревья все старые, смотрите, какие они уже давнишние-давнишние. Вот там ещё дерево стоит. Ветер дунет, оно упадёт. Прочистка должна быть, чтобы не было закламлённостей. Правильно? Правильно. А вот поводом для тревоги посельчан послужило то, что работы начались именно в праздничные дни. Да и отсутствие информационного счета или хотя бы объявлений на подъездах близлежащих домов сыграло не в пользу администрации. 5 ноября новость о комплексном благоустройстве всё же появилась на официальном сайте администрации сельского поселения Володарское. И теперь узнать подробности и ознакомиться с эскизным проектом может каждый желающий. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.